Привет! Сегодня я хочу поговорить с тобой о Даркнете. В последнее время слишком много обсуждают то, о чем говорить бы не следовало. Буквально на днях мне написала бывшая одноклассница, с которой не виделись и не общались больше 6 лет. Ей в голову вдруг в брелок кого-то взломать ватсапе и вк. Сейчас с этим туго, шифрование обязательно привязка к сотовому, ну ты знаешь, чёрт меня дёрнул сказать, что это всё же возможно, но платные услуги в Даркнете. Слава богу, она ни слова не поняла, на этом диалог прекратился. Если ты не знал, то так называемый дип веб существует с самого появления интернета. Уже тогда были тролли, аморальщины и прочее. Создавались чаны, или проще говоря форумы, куда можно попасть только по приглашению как и сейчас. Но если вернуться хотя бы на 5-10 лет назад, хоть кто-то задумывался об этом. Многие даже не знали, что существует другая сторона интернета. Она была чем-то пугающим, закрытым, туда никто не лез. В 2017 году эту тему сделали самой обсуждаемой и самой просматриваемой. Подавляющее большинство элементарно выдумывает истории на эту тему лишь бы привлечь внимание, хипануть, заработать. Меня это стало жутко раздражать. Думаю тебе попадались видео с якобы анонимами из Даркнета, которые рассказывают о работе кладменом. Посмотрев с десяток роликов ты поймёшь, что 90% выдумка. Во-первых, у всех диалоги слово в слово повторяются. Схемы, суммы, методы иногда даже не запариваются и оставляют всё так, как есть у других. Во-вторых, действительно, на это можно заработать кучу бабла, но это огромнейший риск, за что собственно и платят. Эти люди не то, что рассказывать всё не будут, они лишний раз на контакт не выйдут, дабы не спалиться. Технологии развиваются, делать закладки сложнее, у каждого свои извращения и вот будут делиться своим опытом с миллионами на ютубе. Ага. Доля правды в том, что показывают есть. От этого не легче. Покупка оружия, запрещенных веществ, документов, паспортов, фальшивых денег, услуги киллеров – это правда. А теперь представь, есть индивидуумы, которые, почитав статьи на зарубежных сайтах и не разобравшись, снимают гайды, как работает индексация, как нужно искать, как что-то купить в дипвебе. Потом индивидуумы в квадрате, увидев, что всё очень просто, лезут туда. Те, кто на постоянной основе пользуются анонимной сетью, разбираются в технике и том, как устроен интернет лучше тебя и меня в несколько раз. Это их интернет, они дома. Для нас же это место, где каждая вторая ссылка представляет опасность. Каждый файл, скачанный оттуда и запущенный, может превратить комп в ботнет или машину для майнинга, или просто активировать удаленный доступ с вымогателями. И ладно, мы с тобой имеем представление, что это, много читали об этом, видели ролики, где-то даже разбираемся, а что с остальными. Многие даже не задумываясь, засветят свои фото, сольют сами же персональные данные, карточки, копии паспортов, потом это будет гулять и перепродаваться, а жизнь любопытного идиота или дурочки превратится в ад. Никто не хочет сначала изучать вопрос, а потом делать, всем подавай всё и сразу. Безусловно, помимо чернухи там есть много полезного. Например, флибуста. Это огромная библиотека электронных книг с разными форматами. Райское место для тех, кто любит читать. Есть всё и бесплатно. Также можно найти много полезных статей и инструкций, которые не видит гугл, если ты понимаешь, о чём я. Зеркала торрентрекеров без каких-либо ограничений от авторских прав, музыка, фильмы, игры запрещенные, разрешенные на всех языках мира, много о криптовалюте, об экономике, сливы реальных новостей. В общем, если научиться этим пользоваться, то много интересного. Главная проблема – это отсутствие хотя бы поверхностных знаний. Я не говорю об образовании, я об элементарных вещах. За счёт того, что Даркнет популяризирует, много людей, кому в принципе оно не нужно, лезет туда. Это поток потенциально уже обманутых людей. Также, если все научатся пользоваться Даркнетом, это приведёт к беспределу. Заблокировать его нельзя, контролировать или регулировать нельзя, отслеживать точечно сайты очень дорого и затратно по времени, они появляются каждый день. В конечном итоге это приведёт к тому, что те, у кого есть деньги, смогут достать что угодно, заказать киллера, менять паспорта, следить за людьми, оставаясь анонимными. Отчасти это господство, нам коррупции мало. За счёт популяризации этот бизнес начнёт процветать, и кто знает, чем всё закончится. Подумай над этим, вслушайся внимательно.